Сегодня в выпуске. Крыша не поехала, а потекла. Хотелось бы убрать этого подрядчика. Как поменять подрядную организацию? Обряд по госстандарту. Кетвертой минуты поменяетесь мужем и женой. В Тюмени выбрали лучших регистраторов брака. Оказывается, они тоже плачут. Раритетные часы. Мой прадедушка отрубил ее часть и отдал бедному человеку. Кто из тюменских купцов не пожалел семейной реликвии? О событиях, явлениях, а главное о людях. Точнее, в ближайшие полчаса в студии Ксения Волкова. Здравствуйте. Сегодня губернатор Тюменской области Владимир Якушев участвует в заседании Госсовета под председательством президента России Владимира Путина. В ходе встречи обсуждались меры по повышению эффективности бюджетных расходов. Мы постоянно говорим об одном и том же. Исполнение бюджетов идет хаотично и крайне неравномерно. В конце года начинается аврал. Спешное освоение имеющихся средств, ресурсов. Если что-то здесь и меняется, то очень медленно. Просто микроскопическими шагами. Так, средства на образование освоены на 16,8% от плана, а по некоторым программам вообще на 3-5%. Бюджетные деньги выделяются и на субсидирование капремонтов жилых домов. Но не все расходуют эти средства эффективно. Порой замена кровли выливается в потоп, а значит, дополнительные затраты. Куда жаловаться на подрядчика, выясняла Дарья Фатеева. Капли воды на потолке, запотевшие окна и сырость в квартире. Побочный эффект капитального ремонта крыши. Елена живет на крайнем, пятом этаже дома. За месяц рабочие топили ее квартиру уже пять раз. Трижды они забывали шланг в бочке, уходили просто вечером. У нас стекла вода здесь, то есть в фалангу пальцев стояла вода в подъезде, то есть бежало здесь все у нас по двери и в коридоре. То, что ремонтировать крышу будет компания «Капиталстроинвест» и именно осенью решали сообща. Договор на работы подписан службой технического контроля, собственниками жилья и управляющей компанией. Все обязанности по контролю и надзору за подрядчиком в соответствии с данным договором возложены на службу технического контроля. И мы неоднократно уже писали письма в адрес технического контроля по заявлениям жильцов о том, что подрядчик нарушает нормы и правила проведения ремонта, о том, что постоянно проходит затопление. Ну, как бы вообще хотелось бы убрать этого подрядчика. Реакции на просьбы управляющей компании пока никакой не последовало. Контрольный орган ждет, когда на ход работ решат повлиять собственники. Теперь у них есть такое право. В крайнем случае за помощью к властям можно обратиться через портал «Тюмень.НашДом». Елена с соседями уже готовит соответствующую жалобу. Подрядчик же теперь работает на опережение. К 25 октября он обещает не только выполнить условия договора, но и исправить последствия прежних ошибок. Компенсацию будем проводить за свой счет. Сами договариваться. Кому ремонт, кому деньгами. Обещаниям строителей Елена не верит и запасается материалами для ремонта квартиры. Новая крыша у дома, если и появится, то не раньше, чем через пару дождливых недель. Дарья Фатеева, Андрей Лугунов, Сибинформбюро. Тему ремонтов продолжит наша традиционная рубрика. Дорожную обстановку на ближайшие дни прояснит теленавигатор. Будьте аккуратны на улице Харьковская. На участке от Максима Горького до Минска из двух полос одна перерыта. А вот на проезде Солнечном наоборот расширяют дорогу, но уступать друг другу все равно придется. Левый ряд занимает спецтехника. Что касается светофоров, то в воскресенье на улице Авторемонтной отключат сразу два автоматических регулировщика в районе дома номер 17 и ТМЗ. В понедельник по этой же причине нужно будет внимательно смотреть на дорожные знаки на улице Профсоюзная в районе школы номер 15. Это вся информация о ситуации на дорогах. Будьте осторожны и счастливого пути. Дорожные знаки есть, но не везде. Администрация города решила их посчитать. Об этом и не только узнаем из краткого обзора событий. Ограждения по ГОСТу. В Ленинской управе еще раз вспомнили о правилах проведения коммунальных раскопок. Все они должны быть оборудованы ограждением, дорожными знаками и световыми сигналами. В этом году из 390 раскопок 66 были выполнены с нарушениями. На период проведения работ, в каком виде это будет ограждение выполнено, зависит судьба наших людей и имущество, на котором передвигаются автомобилисты. До 15 октября сетевые организации должны ликвидировать все коммунальные раскопки. Цены на хлеб в регионе не повысятся. Об этом рассказал заместитель губернатора области Владимир Чайметов в программе «Утро с вами». Сейчас стоимость зерна вдвое ниже прошлогодней. Однако за последнюю неделю уральская пшеница подорожала на 235 рублей. В прошлом году цена в это время была на уровне 9, а то и 10 рублей. То в этом году продовольственная пшеница сейчас где-то в районе 6. С небольшим тысяч за тонну фражное зерно 5 тысяч. Тем временем в области убрано 92% полей. Результат – более 1 миллиона 300 тонн зерна. «Утро с вами» Сегодня в Тюмени чествовали учителей. В честь профессионального праздника несколько педагогов были удостоены звания «Почетный работник общего образования России», а более 40 награждены благодарственными письмами ведомства. Все они смогли оперативно измениться под новое время, стандарты и учеников. Поколение сегодняшних учителей будет выпускать уже детей, которые закончат школу в 20-м году, в 30-м году. Естественно, это уже люди будущего. Поэтому учителям самое главное – это поменять свое сознание, свое восприятие жизни. А это вот пока самая сложная задача. В школьном образовании сейчас в основном трудятся женщины, мужчины. В профессии уже много десятилетий. Редкость. О высоком профессионализме тюменских педагогов говорит их квалификационный уровень. Так, среди 6 тысяч учителей города работает 340 почетных работников образования Российской Федерации. 218 имеют ведомственные награды отличника народного образования. И 48 педагогов удостоены звания «Заслуженный учитель России». Многие являются лауреатами и победителями профессиональных конкурсов разных уровней. Добавлю, что кадровый состав постоянно обновляется. Каждый год в тюменские школы приходит около сотни молодых специалистов. Дополнительный выходной раз в год появляется у некоторых наших педагогов. В профессиональный праздник учителей освобождают от обязанностей и возлагают их на учеников, которые физики и математики предпочитают круассаны. Юлия Сауляк все уточнит. Утро по всем французским традициям с кофе и круассанами. Мы постарались в французских тонах одеть себя, украсить школу. На разных языках мира напечатали поздравления учителей. У педагогов сегодня праздник. В школе они почетные гости. В первом В преподают старшеклассники. Учитель сидит за последней партой. Ревностно наблюдает за работой коллег. Это моя бывшая выпускница. Она сейчас в 11 классе. И у нее очень хорошо получаются уроки. Но есть кое-какие шероховатости. Но я думаю, это все обучаемо. Учительствуют только самые достойные. Физику, например, преподает победительница городского этапа Всероссийской Олимпиады. А урок биологии сразу две отличницы. Нужно ценить то, что учителя готовят какие-либо кроссворды, ребусы, викторины. Для нас это кажется, что не так интересно просто. А побывав на их месте, нам сами затруднились. После первых уроков и первое совещание в кабинете директора тоже хозяйничают старшеклассники. Руководство школой доверено Светлане Гурамовне. Все готовы, все заняты своим делом. Нет никаких проблем. Все в том режиме, в каком мы запланировали. По плану и поздравления настоящих учителей. Естественно, по-французски, в романтическом стиле. Юлия Сауляк, Дмитрий Кондратенко, Сибинформбюро. Слезы радости под звуки вальса и марш Мендельсона. Самых лучших регистраторов брака. Сегодня выбирали в областной столице. То, что вместе с гостями будет еще и жюри, для молодоженов стало сюрпризом. О необычном конкурсе и романтичной госслужбе. Анастасия Лизаревич. Конкурс ведущих бракосочетаний проходит прямо у станка. С той лишь разницей, что в зале, кроме гостей и молодых, сидит жюри. Правильная дикция, улыбка, удачная музыка и грамотная речь. Судьи обращают внимание на все мелочи. Им предстоит выслушать 12 финалисток. У каждой по регламенту не более 30 минут. Еще один экзамен на правильность текстов. Текст обряда бракосочетаний, естественно, должен соответствовать законодательству. Потому что это государственный акт. Это не просто спектакль какой-то. Право супругов они знают. Юридическое образование у брачующих – требование обязательное, но не главное. Куда важнее творческий подход к делу и умение держать себя в руках. Даже если гости плачут, ведущая на службе. Не положено, но случается. Это все проходит через нас. Все эмоции, все переживания родителей, гостей. Бывает, что даже слезы вытираешь, в уголочки выходишь. Индивидуальный подход к каждому клиенту – это тоже про них. Поздравлять влюбленных студентов и золотых юбиляров одинаково нельзя. А еще здесь принят дресс-код. Особые требования к внешнему виду. Никаких коротких юбок и глубоких декольте. При этом ведущий должен сохранять невозмутимость в любой ситуации. Даже если, к примеру, забыли кольца или жених уронил невесту. Тут всякое бывает. Контроль над тем, чтобы брак был без брака не только со стороны жюри, но и новобрачных. Церемонии хоть и конкурсные, но вполне настоящие. Мне показалось, она очень искренне говорила. Она прям говорила. Я слушаю и думаю, да, да, да. Лучшую ведущую ждет денежная премия – 10 тысяч рублей. Специальным призом отметят и автора самого романтичного текста. Анастасия Лизаревич, Евгений Доценко, Сибинформбюро. Страна в поисках символов России. В каждом регионе есть свои жемчужины, но только в нашем дорогой сердцу – Тобольский Кремль. О православном богатстве Сибири. Ольга Куричко. В старинном Тобольске куда ни взглянешь, всюду Кремль. Воочию, на картинах, в гобелении и даже в кости. Маргарита Санглешская придумала шахматы в виде строений кремлевского ансамбля. Главные фигуры – Софийский собор, колокольня, архиерейский дом. Пешки выполнены наподобие крепостных стен. Через искусство мастера привлекают внимание к любимому месту. Он прекрасен тем, что построен в разных стилях, именно Тобольский Кремль. Потому что достраивался на протяжении нескольких веков. Большое было к нему уделено внимание. Не только граждан, горожан, но и купечество. Большие средства переводились на реставрацию строительства, на поддержку всех объектов Тобольского Кремля. То же самое, что делается сегодня. Ансамбль Тобольского Кремля объединяет почти 30 строений, включая здания катажной тюрьмы. Много объектов здесь возвели украинцы, прибывшие на Тобольскую кафедру за архипастырями. Рентерею строили пленные шведы после Полтавской битвы. В котором были Тобольские архиепископы, митрополиты. В котором бывал Николай II. В котором бывал архиепископ Гермаген Григорий Распутин. Творец наместника, в котором были декабристы, работали. Здесь вершилась история России. На службах в Софийском соборе поминали Ермака и губернатора Гагарина. Мы голосуем не только за красоту Кремля, как здание, но вообще за красоту православия. Потому что Тобольский Кремль включает в себя не только здания музеев, но и здания наших соборов древних, самых первых за Уралом каменных зданий. Духовный культурный бренд Сибири известен миру. Он символ России. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Сипинфорумбюро. Через два дня завершится голосование за топ достопримечательностей «Россия-10». Наш Тобольский Кремль пока только на 13-м месте. Ему приходится нелегко. Среди соперников и Петергов, Кижи, и даже озеро Байкал. Но тюменцы готовы отстоять Тобольскую жемчужину. Место очень такое намаленное, святое место. Очень посещаемое. Там знаменитая Абалакская икона находится чудотворная. Постоянно голосую. Как раз за него и голосую. Голосуйте за Тобольский Кремль. Вообще голосуйте за все наше, за русское. Вот я помню, туда в Кремль заходил, там обрыв такой. И начинается старый Тобольский. Понимаешь? Это действительно, это наша история, наша Россия. Безусловно, конечно. Это наша гордость. Каменный, первый в Сибири. Это там были люди знаменитые. И вообще-то, такой центр духовности России, да, конечно, это же хорошо. Мы должны все голосовать за Тобольский. А вот проголосовать рублем предлагают в магазинах. Причем, если чеки за сыр сохранить, есть шанс попасть и на телевидение, и в Ригу. Светлана Матус о заманчивом предложении. Продукция торговой марки Расса появилась в Тюмени всего год назад, но уже успела стать любимой у многих горожан. Я часто готовлю, поэтому я его покупаю, чтобы готовить чизкейк и другие блюда. Просто в бюлербродах он очень ничего. Стоит он недорого. Он мне вообще полностью устраивает. Живу здесь недалеко. Мы с женой часто ходим в Мосмарт. Соответственно, нравится нам этот сыр. Мы его часто покупаем. И у нас как раз сегодня в холодильнике он отсутствует. Здесь много вкусов, но мы почему-то больше зеленью отлюбим с женой. А все потому, что мягкие сыры и масло Расса изготовлены из настоящих сливок на Рижском молочном комбинате. По последним исследованиям, Латвия признана самой зеленой страной. Главный принцип в производстве Рассы – сохранить натуральность и обеспечить чистоту продукта. С сегодняшнего дня для тюменцев стартует заманчивая акция. Для того, чтобы стать участником нашей акции «Гурмой по-латвейски», необходимо купить два любых продукта торговой марки Расса. Зарегистрируйте чек на сайте раса.рома.ру. И еженедельно вы можете получить три мастер-класса к известному шеф-повару в ресторанной сети Тюмени. А самые активные по итогам акции могут выиграть путевку в Ригу. А еще благодаря продукции Расса можно стать участником программы «Двое на кухне» на телеканале ТНТ. Успевайте, акция продлится до 5 декабря. Светлана Матус, Алексей Красных, Сибинформбюро. Путевка в Ригу – заманчивый вариант. Но если отпуск в осенний-зимний период вам не светит, то поднять настроение можно и дома. Пчеловоды об этом уже позаботились. Они привезли в Тюмень специальный мед от депрессии. О сладких натуральных лекарствах. Карина Закирьянова. Простудный сезон не за горами. Потому Тюменко Людей Налобина отправилась на выставку меда. Узнали, что ярмарка. Давно хотели и пришли. Липовый, полезный. И на вкус понравился. И вкусовые качества, я имею в виду, понравились. И полезный что. И гречиха вот мне понравилась. Иначе и быть не могло. Все эти меда не только вкусные, но и полезные. Перед простудным сезоном стоит приобрести баночку лакомства с прополисом. Всего ложка в день и гриб не страшен. О новинках пчеловоды тоже не забыли. Привезли мед с добавлением чаги березового гриба. Идеальный продукт для тех, кого беспокоят сустава. Если вас настигло сение хондра, то вам нужен корень левзей. Корень левзей, естественно, считается сильнейшим энергетическим продуктом. Для повышения также иммунитета идет. Хроническая усталость и недомогание применяется. Еще есть у нас мед красного корня. Красный корень можно применять даже при сахарном диабете. Он снижает сахар в крови. Его поэтому диабетики многие знают. Также на выставке представлен мед в натуральной упаковке, то есть соты. И все это многообразие по приемлемым ценам. Действует выгодная акция килограмм плюс килограмм. Получается, если вы берете три килограмма меда, то три килограмма меда вы еще получаете в подарок. Ярмарка наша проходит перед выставочным залом во втором павильоне справа. Всех желающих ждут на ярмарке меда до 6 октября включительно. У тюменских пчеловодов в этом году не урожай. Можно альтернативные варианты поискать, как заработать на своем увлечении. Евгения Копотилова, например, теперь и других учит на мастер-классах. А началось все с тяги к моде. Когда тюменка не смогла найти нужный аксессуар в магазине, решила сделать его сама. В ход пошли ткани, бусины и даже бельевой шнур. Сначала девушка делала бусы и браслеты для себя, потом для друзей, а теперь на продажу. Ярмарки участвовать зовут. Мы даже предложили в магазин выставить себе работы. Я согласилась, что будет в ноябре. Нет постоянного места работы, я учусь. И это очень способствует финансовому плану. Мы тут тоже задали вопрос, посчитать, сколько я заработала. Ну, нормально. Делиться своими доходами с нуждающимися – главный принцип меценатов. Таких купцов в Тюмени было немало. Даже их часы сегодня напоминают о добрых делах. Предмет с удивительной историей покажет Наталья Жукова. Эти часы в фондах Краевического музея – новички. Не так давно их передали тюменцы, неравнодушные к истории родного города. Серебряные часы принадлежали известным в прошлом купцам Калмаковым. Когда я была маленькая, эти часы мне показывали и говорили, что они имеют семейную ценность, что они передавались по наследству, что с ними надо очень аккуратно, так как они очень ценные. Кому именно из братьев Калмаковых принадлежали часы, семейные предания не уточняют. Известно, что один из богатых купцов подарил ценный и дорогой в то время механизм своему менее состоятельному родственнику. А тот уже передавал сыновьям. У краеведов есть свои предположения. Кто мог быть тем самым щедрым земляком? Большая вероятность, что это был Калмаков Антон Васильевский, дом которого сохранился по улице 25 октября. У него было два речных мощных буксира. Он тоже хлебом торговал, он мехами торговал. У купца была дочь Пороскева, а наследников не удалось воспитать. Возможно, считает Евгений Бушаров. Потому и подарил Антон Калмаков часы одному из племянников Никите Павловичу. У этих часов нет половины цепочки, потому что мой прадедушка отрубил ее часть и отдал бедному человеку. Так как это было серебро, и оно имело большую ценность. Выходит, что и небогатые Калмаковы помогали еще более бедным тюменцам. Но подробности дела не отыскать. Зато известна торговая марка «Робер» и время выпуска швейцарских часов. Конец 19 века. Наталья Жукова, Роман Чинахов, Сибинфордбюро. Вернемся в наши дни. Утиное озеро явило чудо природы. Переждать осеннюю охоту на водоеме решила белая птица. Необычная утка гораздо крупнее своих серых сородичей и более доверчива к людям. Водоплавающая не боится выходить на берег и брать еду чуть ли не из рук. Кстати, поучаствовать в переписи птиц приглашают всех тюменцев. Не хотите считать ворон или уток? Есть другие развлечения. Как с пользой для дела и тела провести предстоящие выходные, подскажет Ирина Кистерева. Эти выходные лучше всего начать с пробежки. Разомнитесь и в тонусе встречайте общегородской день здоровья. Командный дух, хорошая погода и 38 спортивных мероприятий ждут вас в этот уикенд. День здоровья отметят на четырех площадках. В Комсомольском сквере пройдет чемпионат по скандинавской ходьбе. На стадионе «Строймаш» турнир по мини-футболу. А в Гилевской роще соберутся силовики и троеборцы. Одно из направлений этого воркау действительно на сквере Комсомольском пройдет данное соревнование, где каждый может показать свою силу и мощь в данном направлении. На пруду лесном у нас будет показательные заплывы моржей. Уже в настоящее время заявилось порядка 60 человек. Совместить приятное с полезным можно будет в это воскресенье. Считать ворон на прогулке не возбраняется. Берите бинокль и отправляйтесь на всероссийскую перепись птиц. Помочь Союзу охраны птиц России составить электронный справочник легко. Нужно лишь одеться по погоде и прихватить с собой фотоаппарат. Бесплатный концерт в эти выходные даст студия барабанщиков ДК Тарфяник. Некоторые ребята занимаются уже больше года и готовы показать отчетные выступления на ударных. В группе дети от 9 лет и старше в репертуаре как рок, так и джаз. Исполнение скорее любительское, чем профессиональное, поэтому зрителей просят строго не судить. Квартирный вопрос сегодня волнует не только взрослых, но и детей. В Тюменском театре кукол и масок вспомнили старую добрую сказку. Как делились зайки на избушку, узнаете уже в эти выходные. Параг дал, не выгонил. Собак в голову не выгонил. И ты не выгонил. Особенность постановки в том, что кукол на сцене заменили актеры. Актер в маске должен крупнее оценивать происходящее событие. Маска, как и кукла, смотрит не столько глазами, сколько носом. Ну а на этом у меня все. Побольше вам ярких и солнечных дней. И пусть эта осень запомнится надолго. Ирина Кистерева, Сергей Мякишев, Сибинформбюро. И на сегодня это все. Хороших вам новостей и удачных выходных. До свидания.